Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! И сегодня покажу вам свои покупки, в основном за июль месяц, немножко за август, хотя я, честно говоря, не знаю, когда выйдет данное видео. Просто в июле у меня видео на канале, конечно же, выходили, но снятые ранее. А время вот отснять то, что я вообще приобретала, у меня не было. В основном, только если это был Фаберлик, Арифлейм, что-то такое. Кто смотрит мой канал, постоянно знает, что я, как правило, никогда не коплю за месяц покупки, а сразу купила и показала. Но в этот раз так не вышло, поэтому объединяю. Давайте приступим к покупкам. Во-первых, это были косметические покупочки, канцелярия, какие-то еще товары для дома и товары для животных. У нас в Москве наконец-то открылся магазин Улыбка Радуги, точнее он уже давно как бы у нас есть такие магазины. Вообще это магазин питерский. В Питере таких магазинов довольно-таки много практически на каждом шагу. Но у нас в Москве магазины были в не очень удобных местах, а недавно прямо у моей станции метро открылся магазин. Я, конечно же, была рада, заглянула туда и не ушла с пустыми руками. Во-первых, мне понравилась вот такая вот гелевая маска для шеи. Она используется как в холодном, так и в горячем виде. Вот так вот ее можно прицепить на шею, на воротниковую зону или же на линию декольте. Здесь нам обещают, что маска поможет снять дискомфорт, напряжение, усталость и облегчит боль. Ее нужно подержать 15-20 минут или в холодильнике, или в горячей воде. И потом на 10-15 минут уже приложить вот в необходимое вам место. В холодном виде она помогает уменьшить отечность, снять напряжение, усталость. А для облегчения болевых ощущений, придания тонуса, повышения упругости, эту уже маску используют в горячем виде. Выглядит она следующим образом. Вот по размерам она. Вот такая. Очень приятная на ощупь. Там внутри какие-то гелевые шарики. И с обратной стороны есть застежка, липучка, для того, чтобы ее закрепить. Я пока использовала маску только один раз в холодном виде. Я ее, скажу честно, передержала в морозилке. Держала ее минут 30. Честно, боялась, что будет очень холодно и неприятно. Но оказалось, что такой, знаете, холод очень приятный. Прям действительно вот... У меня просто засиделась я за компьютером и болела шея. И, надо сказать, помогло. Поэтому покупка хорошая. И стоила такая маска 200 с чем-то рублей. Далее. Приобрела я в улыбке радуги шампунь от чистой линии. Ромашка плюс репейное масло для сухих и поврежденных волос в объеме 400 мл. Я люблю косметику чистая линия. Шампуни раньше я пользовалась довольно-таки часто. Шампунь от чистой линии. Сейчас посмотрела, у меня в запасах несколько бальзамов, а ни одного шампуня нет. Вот решила приобрести. Конечно же, рука потянулась у меня к упаковке, где нарисована ромашка. Аромат очень приятный. Такой травянистый. Ну, не могу я сказать, что прям как-то уж очень явно пахнет ромашкой. Но аромат мне нравится. Ну и, в принципе, шампуни в основном от чистой линии мне подходят. Поэтому я буду с удовольствием пользоваться. И, честно говоря, не думаю, что этот шампунь у меня залежится в запасах. Еще я приобрела в Улыбке Радуги. Да, цену я, честно говоря, не помню. Но, по-моему, или так же, как в Фикс Прайсе, или, может быть, чуть-чуть подороже. То есть, где-то, может быть, 70 чем-то, 80 чем-то рублей. Где-то около того. Также в Улыбке Радуги я приобрела пенку-ополаскиватель для зубов и десен от Сплат. Такая вот была упаковочка и бутылочка. Это моя вторая покупка. Ту я использовала наполовину. И как раз вот, поскольку в Улыбке Радуги я пенку обнаружила, я ее приобрела и то отдала маме. Мне эта пенка нравится. Я ее подсмотрела у Светланы 1983, ее ник. Вот она показывала, что брала такую пенку в поездке. Мне очень эта идея понравилась. Хотя, в принципе, в поездках не могу сказать, что мне прям очень нужных. Но, в принципе, и в поездках тоже. Потому что езжу я довольно-таки часто. Но в основном между Москвой и Питером. Поэтому там всего-то 4 часа. Но я всегда ношу эту пенку в сумке. Потому что она здесь герметично закрыта. Не будет вытекать. Мой любимый ополаскиватель знахарь. Он все-таки вытекает. Он не очень герметичный. Приходится стирать потом косметичку. Это не очень удобно. Вот. Удобная помпа. Несколько пшиков. Подержать там секунд 5. Но я, как правило, держу чуть больше. Выплевываешь. И, ну, помимо того, что вообще такая свежесть во рту. Чувствуется, что зубы, ну, практически до скрип очищены. Конечно, это не заменит зубной пастой. Но, вот, например, взять на работу, в поездку. Это очень классная вещь. Могу рекомендовать. Я в Литуаль покупала за 170 чем-то, а там 180 чем-то. Но они какую-то часть возвращают на бонусную карту. Поэтому, в принципе, получилось нормально. Я довольна. Еще я приобрела от Новосвит жидкий тальк. Защита от натирания с ментолом и депантенолом. Заживление микротрещин в объеме 50 мл. Вот такая милейшая упаковочка. Она прям такого темно-синего цвета. И здесь вот такие стопы. Они прям разрисованы, как вот на эти раскраски антистресс. Очень классная здесь гипоаллергенная отдушка. Ну, он, естественно, абсолютно такой вот беленький. Отдушка вообще у всей косметики Новосвит, как я поняла, абсолютно одинаковая. Она мне очень нравится. Знаете, такой вот аромат чистоты. Ну, я, честно говоря, пока еще особо не пользовалась. Но один раз, когда приобрела, нанесла на ноги, вообще ощущение, знаете, такой легкий холодок. Так как здесь есть ментол. Вот. Но это все, что я могу сказать. У меня еще от натирания есть всякие там карандаши. Ну, взяла. Цена была какая-то, по-моему, в пределах 50 рублей. Решила взять, вот попробовать. Также захотелось мне попробовать что-то еще от Новосвит. Потому что, когда я видела у многих, ну, в обзорах вижу, что-то покупают от Новосвит. Мне почему-то очень захотелось тоже потестировать данную косметику. Я сначала приобрела витамины для лица. Потому что мне понравилась вообще упаковка. Очень симпатичная. Вот. И по действию, и по аромату понравилась. И вот я решила познакомиться поближе с этой косметикой. И помимо Талька я еще приобрела гиалуроновый крем-праймер от глубоких морщин. Здесь написано, что глубоко увлажняет, выравнивает рельеф кожи и разглаживает морщины. И опять же, там вот эта вот гипоаллергенная душка. Вот в такой вот упаковочке. Мне просто хотелось на лето, как что-то, вот знаете, такое легкое, что не будет оставлять жирность. У меня просто кожа не жирная, но и не сухая. Она как бы нормальная, при этом она склонна ко всяким высыпаниям, пусть и не в большом количестве. И летом я стараюсь, ну, например, на улицу я не использую крем для лица, потому что у меня тональный крем с уходовыми компонентами. Ну, например, не знаю, в общем, хотелось мне что-нибудь все же приобрести такое легкое-легкое. Ну, вот взяла себе, кстати, совершенно бесплатно попробовать данный крем. Бесплатно, потому что за каждую покупку, если она там, по-моему, не по распродаже, то вам начисляют баллы на бонусную карту авантаж. И потом вы можете обменивать все это на какие-то товары, оплатить какую-то часть или всю сумму. Ну, у меня там накопилось 200 с чем-то рублей на карте, ну, потому что я в основном раньше приобретала все в Питере, в этом магазине. И вот недавно сделала небольшую покупочку, еще начислили баллы, поэтому взяла бесплатно. Давайте покажу, как все это выглядит. Вот такой вот розовый симпатичный тюбик. Крем. Ну, мне кажется, такой средней консистенции, он белый, очень легко разносится. И вообще, знаете, он абсолютно вот не жирный, не липкий. То есть вот нужно нанести данный праймер. Там написано, что вот как бы дать ему усесться на коже, и потом уже можно там что-то использовать еще. Ну, тональник там и так далее. Потрясающий, конечно, аромат. И вы знаете, что я заметила? Кожа вот она такая вот на ощупь приятная, гладкая становится. Ну, вот как свежий такой цвет лица, вот прям вот ощущение, как будто вот кожа только-только вот умыла, что-то такое. Так, и объем. Объем здесь, в общем-то, 50 миллилитров. Давайте я, наверное, прочитаю, что здесь нам еще обещают. Делает кожу шелковистой, придает деликатное внутреннее сияние, улучшает цвет лица. Вот знаете, вот это абсолютно чистая правда. Обладает глубоким увлажняющим, выравнивающим эффектом. Обеспечивает уникальное, в общем, обеспечивается уникальными светорассеивающими частицами. Позволяет мотировать кожу, скрыть морщины и недостатки. Ну, посмотрим. Пока я использовала только несколько раз. Здесь гиалуроновая кислота, коллаген, витамин Е, провитамин В5. И способ применения, нанести на чистую кожу лица. После нанесения, подождать до полного впитывания, дать праймеру усесться на коже. И можно использовать не только под макияж, но и как самостоятельное средство ухода. Вообще, мне кажется, что на лето, ну, по крайней мере, для меня, это оказался очень такой комфортный крем. Так что буду пользоваться с огромным удовольствием. И повторюсь, что достался он мне абсолютно бесплатно. Также, абсолютно бесплатно, по этим же самым баллам, я взяла себе солевой скраб Малины и Мелисса от Деликея в объеме 250 мл. Вот такая красивая баночка. Я вообще говорила, что не люблю солевые пилинги, скрабы, потому что мне очень как-то нехорошо они действуют на кожу. Но взяла вполне осознанно, потому что сейчас стала как-то использовать именно эпилятор. И появилась проблема каких-то вросших волосков. И, как правило, они, например, если на ноге появляются, в том месте, в котором даже, ну, очень сложно, знаете, вот как бы пинцетом удалить этот волосок. Поэтому я приобрела скраб, чтобы вот регулярно скрабировать кожу ног, именно вот жестко наносить какой-то более жирный крем, и проблема, она, в общем-то, решается. Сейчас открою. Вот, знаете, Мелисса, ну, пожалуй, я ее чувствую, но совсем-совсем чуть-чуть. А в основном я ощущаю здесь малину. Причем малину, вот как вот малина и белый шоколад из серии Beauty Cafe от Faberlic. Вот такой вот аромат с кислинкой, прям очень классный. Скраб, конечно, такой, он, ну, именно по ощущениям он средний, такой, кажется. Но, когда вот так хорошо скрабируешь, все же ощущается, что это скраб солевой, что он реально что-то делает. Кожа прям супер такая гладкая становится, поэтому вот буду с удовольствием пользоваться. Уже начала, понравился. Ну, во всяком случае, для тех целей, для которых я его приобретала, он подходит полностью. Еще, ну, уже, естественно, за деньги ей приобрела в этом же магазине нежную пенку для умывания чистой линии «Ромашка» для всех типов кожи. Ну, это даже я бы назвала не пенкой, а нежным таким кремом для умывания. Опять же, всякие пенки, гели от чистой линии я люблю, хотя в основном я пользуюсь гелем для умывания от Faberlic из серии Вербена, потому что он и ухаживает за кожей хорошо, и смывает макияж, и периодически чередую с гелем «Весна». Ну, вот решила попробовать данную пенку. Надеюсь, что тоже будет справляться с макияжем. В общем, не знаю, потом расскажу обязательно в пустых баночках. Еще у нас рядом с домом открылся магазин белорусской косметики, и поскольку до этого я ничего из белорусской косметики не пробовала, ну, решила зайти, что-то приобрести, тем более там дали купон на скидку, кажется, 15%. Я взяла из серии «Морской коллаген» экспресс-концентрат для разглаживания морщин вокруг глаз и губ в объеме 20 мл. Такая коробочка была, я не помню, сколько он стоил, но, по-моему, у меня все покупки обошлись мне в 400, что ли, с чем-то рублей, но, повторюсь, там была скидка. Сам тюбик выглядит вот так. Здесь, ну, стандартно носик. Крем такой жидкий. Ну, не совсем, конечно, как вода, но он жидковатый. Очень легко разносится по коже, такой вот водянистый. Аромат у него приятный, такой вот морской аромат. Ну, он не навязчивый, не надоедливый. Было очень интересно попробовать. Здесь нам обещают эффект через 72 часа при условии применения дважды в день. Восстанавливает контур вокруг глаз и губ, сокращает количество морщин и уменьшает общую площадь морщин. Вообще здесь вот много всякой информации. Что хочу сказать. Не через 72 часа, не через неделю. Даже никакого видимого вообще эффекта. Вот знаете, что крем хоть что-то делает. У меня нет никаких прям глобальных проблем с лицом. И, ну, просто если крем работает, то он работает, ну, практически с самого начала. То есть хоть что-то заметно. В данном же случае я не заметила, к сожалению, ничего. Ну, кроме того, что у меня появилась аллергия, что меня так вот обсыпало. Такое, кстати, случается крайне редко. Поэтому крем я, ну, я не знаю, например, использую, пусть он такой легенький, но использую его на ноги от щиколотки до коленок. Ну, чтобы уж совсем прям не выбрасывать, на ногах уж точно ничего плохого не будет. Это у нас Белита. И также от Белита из другой серии Белаяк Систем. Я купила крем-филлер для век, эффект укола красоты. Альтернатива инъекции 35+. Тоже вот в такой коробочке. Здесь там много разной информации. Заявлено, что красивая кожа без инъекций, эффект заполнения морщин в зоне активной мимики, восстановление эластичности кожи, открытый и яркий взгляд. Применять утром и вечером на область вокруг глаз с легкими похлопывающими движениями. Ну, вот данный крем я еще не пробовала. Он более густой. Здесь тоже 20 мл. Даже, судя по тому, как он добывается из тюбика, он более густой. Чуть так, знаете, сложнее разносится по коже. Аромат у него тоже приятный. Но, правда, знаете, когда первый раз вдыхаешь, у меня он очень приятен. А потом он мне немножечко начинает раздражать. То есть он не трансформируется, ничего, но просто начинает раздражать. Ну, данный крем я буду использовать по прямому назначению. Когда дойдут, скажем так, до него руки. Вот. Но данный крем вот как-то мне не подошел. У мамы на тот момент заканчивалась подводка. Поэтому я и там ее приобрела. Вот такая она. Здесь самая такая обычная силиконовая кисточка. Маме эта кисточка понравилась. Ну, вот она так выглядит, как и все кисточки в основном. Сама подводка тоже хорошая. По крайней мере, мама не жаловалась. Вот. Поэтому данной покупкой довольны абсолютно точно. Следующее, что я приобрела, это зубная паста моя любимая, Биомет, с кокосом. Я ее в этот раз приобрела в магазине Пятерочка. Там была акция. И такая паста стоила 64 рубля. То есть, это даже выгоднее, чем в магазине Южный Твор. Естественно, я не смогла пройти мимо данной пасты. И приобрела сразу две. Мне эта паста нравится. Нравится тем, что она хорошо пенится, хорошо зубы очищает, что она не термоядерная. У нее и аромат, и вкус кокоса, но очень нежный, ненавязчивый. И главное, натуральный. То есть, там нет ничего общего с этой, знаете, кокосовой стружкой с химозным ароматом. Здесь вот очень классно. И я, конечно же, довольна. И состав у данной пасты хороший. Нет всякой дряни типа фтора. Далее. Еще была одна такая околокосметическая покупка. Это универсальное средство для удаления гель-лака, шелака, биогеля и искусственных ногтей в объеме 150 мл. Клей с ногтей удаляет просто отлично. Там не больше 5 минут проходит. Короче, понравилось мне это средство. Приобрела его в Ашане. По-моему, за 101 или за 104 рубля. Объемчик 150 мл, если я вдруг не сказала. Покупаю уже второй раз. Классное средство. По-моему, с косметическими покупками все. То есть, я как бы Фаберлик показываю, естественно, отдельно. Я заглянула в магазин Еврошоп. Это магазин фиксированной цены. Мне потребовались булавки. И вот я их там приобрела. Ну, обычно там все по 69, но, честно, не знаю, сколько стоили данные булавки. До этого я покупала в магазине Фикс Прайс еще давно. Он просто где-то, они дома лежат, не могу найти. Надо сказать, что те булавки были плохого качества. Они гнулись, теряли свою форму. Но, как будут эти, не знаю, еще не открывала. Но, в принципе, если они такого же качества, то это ничего страшного. Для тех целей, для которых я их использую, можно потерпеть. Также у меня в моей комнате термометр за окном. Он уже просто выцвел. А в большой комнате, в гостиной, там, видимо, когда был ураган, в общем, унесло ветром, скажем так. Поэтому в магазине Еврошоп, по-моему, за 35 рублей купила вот такой вот уличный термометр. Он спиртовой. Вот так вот по размерам. Дешевый и в хозяйстве необходимый. Также я, когда заходила в банк положить деньги на карточку, я клала не через банкомат, а через терминал. Поэтому мне дали в Sunlight скидку. Зашла, получила. Хотя, получаю я такие вещи. Редко, как правило, чеки отдаю. Но вот здесь проходила просто мимо. Давали вот такую подвесочку а-ля с жемчужинкой. Ну, пусть будет. Может быть, просто кому-нибудь, как дополнение к подарку из тех, кто носит такие вещи. Просто, ну, не знаю. Я ничего против, не подумайте, ничего против Sunlight не имею. Там очень миленькие вещички. Но у меня вот есть какие-то украшения, которые я люблю. Я, как правило, с ними вообще не расстаюсь. И ничего другого я не ношу. Следующее, что я приобрела, это уже покупки из магазина Ашан. Это была канцелярия. Во-первых, я повторила покупку точилки. Это уже вторая такая точилка от марки Ашан. Я видела ее в обзоре у Екатерины Путяковой. Если смотришь, привет тебе. В общем, классная точилка. Вообще, во всех смыслах классная. Во-первых, она обалденно точит карандаши. Даже капризные карандаши, вот акварельные, данная точилка не ломает. То есть, если уже у вас сам карандаш весь не переломанный, то все будет отлично. Стакан довольно-таки большой, вместительный. У меня, кто видел всякие мои видео о коллекциях, знает, что карандашей у меня много, так вот я их все переточила, у меня все сюда поместилось. Поэтому это очень удобно. При этом точилка плоская, поэтому можно даже с собой в дорогу взять. Она еще и приятная такая вот на ощупь. Ее удобно держать в руке. И что мне еще понравилось, то, что здесь три, скажем так, для трех видов карандашей, вот это большое отверстие, оно подходит для, например, Кахенур Мэджик. Вот это вот среднее отделение. Здесь можно заточить карандаши, например, Лира Рембрандт. И вот это для стандартных карандашей. Поэтому покупкой довольна. Вот это у меня в использовании, вторую я приобрела в запас. Далее. От, опять же, марки Ашан я увидела в продаже акварельные карандаши. Здесь 12 цветов, и стоят они 125 рублей. Поскольку я знаю, что канцелярия от марки Ашан очень классная, решила приобрести. Я уже активно раскрашиваю данными карандашами. Могу сказать, что качество у них очень хорошее. Просто у меня есть чем сравнивать, потому что Лира, например, Асилис, это, ну, не самые бюджетные карандаши, может быть, и не самые дорогие. Лира Рембрандт я также приобретаю. Там они вообще стоят 100 рублей за штуку. Поэтому разные у меня карандаши в коллекции. Поэтому есть чем сравнить, и могу сказать, что они очень классные. Кстати, по дизайну они похожи на Лира Рембрандт, только те немножко более толстые, а эти вот стандартных размеров. Мне вообще нравится, когда здесь вот карандаш такого естественного цвета, и только на кончике указан цвет. Вот, сейчас я вам покажу, как они выглядят, какие цвета. Рисуют очень мягко, ярко, скажу честно. Я их не пробовала размывать, я редко просто так делаю. Кисточка, естественно, дается. Кстати, кисточка пусть и не по какому-то высшему разряду, но, между прочим, гораздо качественнее, чем кисточка, которая давалась к дорогим карандашам Лира. Поэтому очень даже достойно. Естественно, они затачиваются, могут ломаться, но вот эта точилка их не ломает. И, кстати говоря, акварельные карандаши я заметила. В основном, самый ломкий карандаш это розовый. Причем, в большинстве случаев. Я сделаю отдельный обзор на данные карандаши, то есть, сделаю выкраску и так далее. Попробуем вместе с вами их размыть. И, конечно же, я сразу же взяла две упаковочки. Пусть одна будет в запасе. Может быть, как-нибудь еще запасусь. И также на пробу я взяла карандаши марки Ашан. 50 цветов. Простите, прервали. В общем, решила я приобрести вот такие фломастеры. На пробу они стоили 300 с чем-то рублей. Здесь 50 цветов. Тоже я сделаю отдельный обзор, чтобы не спешить. Упаковка вот с ручкой и все такое. Надо сказать, что цвета довольно-таки яркие. Бумагу они не скатывают. Хотя, когда вот раскрашиваешь что-то, какие-то раскрашивают без каких-то, ну, без звуков, да. У некоторых есть такой царапающий звук, но при этом бумагу они все же не скатывают. Правда, сразу скажу, что они промокают. Даже в раскрасках Ман Иванов и Фербер, да, у которых односторонние странички и довольно-таки плотные, они промокают. Пусть не очень сильно, но эта проблема есть. Во всех остальных раскрасках они будут довольно-таки сильно промокать. Вот. Ну, я взяла на пробу. У меня есть хорошие фломастеры, которые я ни на что не променяю. Но вот мне захотелось приобрести. Не знаю, рекомендовать их или нет, потому что если вы берете для раскрасок Антистресс, лучше все же приобрести другие. Вот. Ну, если вот так вот, например, ребенку на дачу просто именно порисовать, да, ну, может быть, неплохо. Далее. С канцелярией еще не все. Я приобрела, опять же, от марки Ашан вот такой вот клей-карандаш, потому что до этого приобретала разные марки и, знаете, постоянно попадались сухие карандаши, которые ничего не клеили. Вот. Поэтому в этот раз взяла уже проверенную Ашановскую марку и отлично, просто все отлично клеит. Очень такой карандаш, знаете, вот он с одной стороны мягкий, в тот же момент он не разваливается, не оставляет каких-то, ну, ошметков на бумаге. В общем, хорошая и выгодная покупка. И, наверное, возьму еще один карандаш в запас. Просто много не нужно, все равно как бы, не дай бог, засохнет, но один, наверное, точно приобрету. Так, ну и остались у меня, в принципе, покупки для животных. Их было много. Есть даже отдельное видео, но помимо этого я что-то еще покупала. Ну, покажу только то, что находится рядом. Уже, наверное, в третий или в четвертый раз беру вот такой вот корм зверюшки для крыс и для мышей. Изначально мне в магазине Бетховен предложили более дорогой корм, типа аллергии не будет и так далее. Но мои грызуны отказались его есть, просто переворачивали миску. Поэтому я взяла вот чуть подешевле корм вот такой. Никакой аллергии не было. И главное, моим грызунам очень нравится. Да и, честно говоря, вот им нравится, видимо, по вкусу, да, по содержанию. Мне нравится, я могу оценить вот на внешний вид. Здесь много и семечек, и прочих там круп, и вообще хорошее наполнение. Также там дают наклейку. Вот мне в этот раз, так, как бы мне так показать. Сейчас сфокусирую. Вот, вот, наверное. Просто уже много всего стоит, не хочется отодвигать. Так. В общем, хороший корм, недорогой. Покупала в магазине Озон. Ссылку оставлю под видео. Еще оставлю ссылку на кэшбэк-сервис Летишоп. И я благодаря этому кэшбэк-сервису экономлю. Еще раз прошу прощения, отвлекли. В общем, о чем я говорила? А говорила я, что оставлю ссылку на кэшбэк-сервис Летишоп. И с этим кэшбэк-сервисом я неплохо экономлю на своих интернет-покупках. Поэтому, если вы тоже хотите экономить, то проходите по ссылке, регистрируйтесь. Этот кэшбэк-сервис, он сотрудничает с огромным количеством интернет-магазинов. Поэтому, в общем-то, довольно-таки выгодно им пользоваться. К тому же там и техподдержка очень хорошая. Быстро очень отвечают, всегда доброжелательно. Так, ну и давайте покажу, что я еще приобрела. Купила от блога клещей для своей собаки. Ошейник А4 с хвостиком на основе эфирных масел. Длина 65 см, для крупных пород. У меня овчарка, метис, но в любом случае крупная собака. Мне нравится этот ошейник, потому что он очень приятно пахнет, хорошо работает, стоит очень бюджетно. Но я, вот, пользуемся мы летом, и я ему просто раз в месяц новый ошейник покупаю, и все. Меня это полностью устраивает, потому что даже дорогой ошейник лучше менять почаще. Вот. Поэтому по цене в общей сложности то же самое и получается. Здесь, сейчас скажу состав. Очень такой приятный аромат, и я вижу, что собаку тоже не раздражает. Так, если я, конечно, найду. Так, эфирные масла эвкалипта, лаванды, цитронеллы, мяты, перечни и герани. Так что, в принципе, могу рекомендовать, можно смело приобретать. Правда, я собаку не вожу на дачу, поэтому мы ходим в парк гулять около дома. Поэтому я не знаю в более жестких условиях, как он работает. Но вроде бы никто не жаловался. И также я от блох и клещей купила капли на холку. Я, в общем, то же самое покупаю в течение лета по нескольку упаковочек. Ну, после мытья собаки я уже, как положено, капаю капли в нужном количестве. А еще вот сейчас приобрела две упаковки, тоже на основе эфирных масел. Перед походом в парк где-нибудь раз в неделю я одну пипеточку наношу на шерсть. И, в общем-то, тоже пока проблем, слава богу, не возникало. Здесь в каждой упаковочке две пипетки. Стоило тоже как-то бюджетно, ссылку оставлю под видео. И состав эфирные масла также эвкалипта, лаванды, цитронеллы, шизандры и изопропиловый спирт. Я просто знаю, что другие капли, которые не очень хорошо пахнут, собаке, особенно в жару, очень сложно переносить. Да и, честно говоря, людям тоже. А здесь очень приятный аромат. Ну, наверное, раз у меня еще одна покупочка такая аптечная лежит рядом, покажу. Тем более, что в целом ее можно отнести к косметической покупке. Это Magne B6, ампула, раствор для приема внутрь. Вот такие, значит, упаковка с Magne B6. Это, по-моему, производство Франция. Стоили 400 с чем-то рублей. Но это вообще полезно периодически пить для тонуса и так далее, для отмервишек, скажем так. Здесь огромные просто вот ампулы. Их можно, в принципе, с одной стороны надломить, но если чтобы быстрее вылить, то с двух сторон. Вот, но мы с мамой пьем, по совету моей подруги, она врач, мы пьем одну ампулу в день по половинке. Вот, потому что она сказала, что летом Magne чуть-чуть меньше лучше пить. Ну, по крайней мере, раз сказала, значит, 9 дней. Вот, что мне не очень понравилось, то, что здесь зачем-то сделали сладковатый вкус и, по-моему, какой-то ванильный. Вот, честно говоря, вот обычные ампулы, B6 и прочее, вот я пью с большим удовольствием, потому что здесь, ну, вот, меня лично это напрягает. Вот, ну, а в целом, моя ученица тоже посоветовала мне их, она сама приобретала и очень довольна. Вот у кого, например, ноги сводят, у кого невралгия и прочее, вот эта штука, она очень помогает. Поэтому довольна покупкой, в общем и целом. Такие были покупки. Если видео вам было полезным, возможно, понравилось, то не забывайте ставить лайк и подписываться на мой канал. Мне будет очень приятно. Большое всем спасибо за просмотр. Если я вот отвлекалась, вот, что-то косячила, прошу прощения. Ну, да, пока еще такой вот ритм, что много отвлекающих моментов. В общем, еще раз спасибо за просмотр и до встречи в новых видео. Всем пока!